Ну что, мы долго шли к этому, но пришли. О-хо-хо, смотри, как я вырвался вперёд науки. Вы стали тем, кого называют сахилантром. А, саблезубый тигр, ни хрена себе! Просто возьмём и отгеноцидимся джунгли. Приветствую тебя, мой друг! Ты на канале Генераля. Меня зовут Виталя. Это, естественно, Ancestors The Humankind Odyssey, что переводится как «предки». Одиссея человечества. И в прошлой серии мы нашим человечеством, нашим народом переселились в новое место, создали новый лагерь, уничтожили ещё одного саблезубого тигра. Таким образом, я надеюсь, мы истребили их уже всех и сюда все переселились. Поспали ночку, ну, вернее, я спал как бы на постилке, я не знаю, они, наверное, сидели, а может, спали тут на земле в этих цветочках, в травке. Это тоже нормально должно быть, мягенько было. Вот этому чуваку плохо было тут на камнях спать. Мы, в принципе, можем, конечно, постилки им всем скрафтить, да, чтобы они спали на постельках, как положено, как нужно. Но зачем нам это нужно, мой друг? Зачем мы сейчас будем делать, производить эволюцию? Поэтому нам как бы нафиг не надо, чтобы они тут комфортно себя чувствовали. У нас там миллионы лет просто, даже не миллионы, там миллион лет пройдёт, да, в эволюции. И у нас тут любые постилки, какие мы будут скрафтили, чтобы мы тут сделали, всё сгниёт, всё всё равно испортится. Так, давайте мне, отдавайте ваши предметы, сейчас их нужно раз вооружить, а то они у нас вооружены, экипированы всяким, всяким-всяким. Так, я не знаю, где-то что складывать. Добросай, я не знаю, что там у него было. Резец явно. Так, у кого ещё есть? Отдавайте все свои предметы. Нам нужно разоружить вас. Может быть, всё-таки, я надеюсь, какие-то предметы переживут эволюцию, какие-нибудь те же изумруды, я не знаю. Почему изумрудам есть что-то должно случиться? Я думаю, изумруды должны пережить миллион лет, или даже больше, и будет всё с ними прекрасно. Вот, все ресты собрал. Ещё должен быть метеорит у кого-то, и должны быть ещё и изумруд у кого-то. Так, отдавай. Что там у тебя? Так, не возросла у меня решимость, моя решительность. Значит, это метеорит. Бросай метеорит. И у последнего чувака изумрудик. Отсюда вижу, светится зелёненьким, яркеньким. Мигает, светится. Давай, изумруд свой. Вот, теперь вижу, да? Возросла у него решимость, решительность. Бросай изумруд. И мы вас, друзья, мои коллеги, отпустим. Разбредайтесь по лагерю. Занимайтесь своими делами. Всё. Теперь вы свободны здесь. В своих решениях, чем заниматься. А давай мы поедим, попьём. И, в принципе, всё. Я могу делать уже эволюцию, эволюционный скачок на миллион, а может и больше, может на миллионы лет. Сейчас посмотрим. Ещё непонятно, как это всё работает. Сейчас мы это узнаем, как всё это работает. Но! Но! Прежде чем я это сделаю, я хочу сделать буквально ещё одно мероприятие, которое не потребует от нас больших сил, затрат, времени и так далее. Но! Но! Будет очень полезным, наверное, вероятно. Только сначала я ещё немножко поем, потому что он какой-то слабевший. А мне, кстати, ещё интересно, они будут есть эти фрукты? За мной повторяю. Нет? Вы эти фрукты есть не хотите, нет? Блин, как-то не очень, да? Где они там все в лагере или где они? Нет, подожди, бегут, бегут, бегут! Бегут, разбегаются по лагерю. По-моему, начали они есть. А может и нет, не знаю. Ой! Ты смотри, схватил. Даже на ветку повис и успел схватить в прыжке. Плот! Ну, давай, наедайся. Сейчас уберём у тебя отравление. Давай, доедай. Так. Убирай отравление. Нет, они не ели. Блин, надо вас покормить. Надо вас покормить. Здесь же кустов дофига было. Где-то кусты есть. Вот, кусты. Не хотят они на деревья лезть. Я знаю, я, конечно, могу им приказать, да? Сорвать ягоду, приказать, чтобы они то же самое сделали. По идее, должны они это сделать. А может быть и нет. Блин, ты сейчас помрёшь, чувак. Ты что-то травишься раз за разом. Всё, травишься и травишься, травишься и травишься. Уже весь потравился. Так, что-то да. Ему действительно уже прогрессирует отравление. Что-то совсем уже экран вообще-вообще потемнел уже. Но мы наших чуваков должны покормить, а то они не ели давно. И я сейчас хочу пойти разобрать тигра белого, саблезубого, пока он не сгнил. Это где-то в течение пару дней он сгнивает, вроде как, по опыту с предыдущим тигром. Для чего я хочу его разобрать? Для того, чтобы, возможно, там какое-то достижение дадут нам эволюционное. Мы же в прошлой серии смотрели, там куча всяких эволюционных достижений нам даётся за всякие действия. А то мы же его как бы убили, я так понимаю, истребили, и больше мы его не встретим. Так вот, пока он там лежит, у нас это времени не потребует много, мы его разберём. И может какие-то эволюционные достижения получим. Я как бы не совсем понимаю, зачем нам вообще эти эволюционные достижения, да, которые мы там в эволюции можем посмотреть. Так, это то, что я думаю, или нет? Нет, это не то, что я думаю, это метеорит. Выброси метеорит. Блин, всё в кучу тут понабросал. Так, вот это точно резец, да? А, блин, не то. Посмотри на него, да. Резец, посмотри на него, покажи мне. Не совсем понимаю, зачем эти эволюционные достижения нужны. Это, возможно, они как-то влияют будут на финальный какой-то счёт. А, я не знаю, возможно, ещё на что-то. А, я уже тигра не разберу. А, он исчез. А почему он так быстро сгнил? Может быть, потому что я уходил далеко отсюда, да? А, смотри, кости остались. Ну, или, по крайней мере, одна кость. Давай её в лагерь заберём. Окей, не получим мы никакое достижение за то, чтобы разобрать белого саблезубого тигра, потому что он уже испортился. Да, вероятно, он пропал из-за того, что я уходил далеко отсюда. Игра не стала его обрабатывать, а убрала вообще из игры. Вместо этого оставила кость. Лишь кость оставила от него. Ну, тогда всё. Тогда просто сразу идём в эволюцию. Кстати, возможно, ещё после эволюции у нас эти тигры всякие отреспавнятся, поэтому можем ещё разок, может быть, может быть, убить тигра. Так, в принципе, всё, что мы можем здесь сделать... Всё, тут больше ничего мы такого сделать не можем, да и нафиг нам не нужно. Всё остальное мы сделаем уже после эволюции. Сейчас, кстати, там мы читали подсказку, как там её вызвать. Вот. Ваш род будет развиваться и размещаться в случайно выбранном оазисе того же региона, где находитесь вы. То есть мы, получается, в новом месте каком-то, возможно, начнём после эволюции. Ну, блин, я хотел бы в этом лагере. Ну, в принципе, в другой лагере нас отправят. Ну, в другом будем развиваться. В любом случае, какие-то будут новые неизведанные земли, будем изведывать их. И, возможно, тигры снова отреспавнятся. Возможно, отреспавнится птица, и мы сможем выполнить какие-то там эволюционные вот эти вот всякие всевозможные достижения. Например, вот грозный вид, да? Вы напугали узкоголовую мамбу. Возможно, мы птицу сможем напугать, она снова появится. Возможно, сможем там выполнить уворот там от них. Там где-то у нас какое-то достижение было на уворот от хищника. В общем, неважно. Давай мы начинать эволюцию. Сейчас мы это всё узнаем. У нас 10 миллионов лет. Мы вровень с наукой идём. Сейчас мы узнаем, куда мы переместимся. Ещё неизвестно, что будет, кстати, с нашими нейрончиками. У нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать нейронов. А, кстати, подожди-ка, давай-ка мы их зафиксируем. Вот так сделаем в первую очередь боёвку всю. Я хочу зафиксировать для того, чтобы мы могли просто всех нагибать там как угодно. Так, контроль силы такое себе. Опознавание формы. Что-то ещё важное можно зафиксировать. Ну, давай, я не знаю, вот, развлечение запахов. Лучше запахи чуить. Попробуем это зафиксировать. Не снялась фиксация? Нет, фиксация пока что держится. Может быть, и переживут эти нейрончики? Давай. Нажимаем Е. В процессе эволюции нейроны, появившиеся при спонтанной мутации, исчезнут, если носителем не является взрослая или пожилая особь. У нас там только один детёныш есть с мутацией на интеллект, по-моему. Но нам как бы эта мутация сильно не нужна. И у нас четыре других мутации. Две у взрослых и две у пожилых. И они, получается, у нас зафиксируются, активируются уже окончательно, да? Но эти нейроны вновь появятся в будущих новорождённых. Приступить к развитию. А, то есть, понятно, мы постоянно будем какие-то мутации получать. И чтобы зафиксировать нужные, нам нужно эволюционировать. Ну что? Мы долго шли к этому, но пришли. Приступаем. Ой, смотри, прям года текут. Эволюционный успех. Вы усвоили питательные вещества из ягод. Добавлено 29 тысяч лет. Вы устроили питательные вещества из овощей. 24 тысячи лет добавлено. А, в зависимости, получается, от моих эволюционных успехов. Обсидиан использовали минимум два раза. Вы опережаете время на 10 тысяч лет. Ха-ха! Я уже начал опережение времени. Так, укрытие нашёл. А, то есть, чем больше будет эволюционных успехов, тем и дальше. Продвинемся по эволюции. Из насекомых 24 тысячи. А-а-а! Вот зачем эти достижения, эти эволюционные успехи нужны. Так, на 10 тысяч лет опережаю науку. Да, уже видно там, смотри-ка. А красненькая это мы. Вот там шкала идёт. Две линии движутся. А синенькая это наука. Мы науку значительно уже опережаем. Использовали гранит как инструмент. Вы опережаете на 10 тысяч лет своё развитие. Нифига себе. Блин, ну это долго будет. Вот это минут, наверное, 15 будут пересчислять все наши эволюционные успехи. Потому что у нас их очень, очень много. И по большинству, кстати, я опережаю время. Вы убили орла с комароха. 34 тысячи лет добавлено. И я опередил на 10 тысяч лет своё развитие. Нифига себе. То есть наши предки в реальности не могли убить орла с комароха. Заострённую палку изготовил 100 тысяч раз. Тоже опередил время. Косточка выйдет нормально, то есть получается, да? Страждающего от жажды принял. Тоже нормально. Развитие нейронной сети. На втором раннем этапе. Нормально. Воздействовали на незакреплённый камень подходящим инструментом. На 5 тысяч лет опередил науку. Вы усвоили питательные вещества из семидолей. Нормально. Базальтовый резак как инструмент минимум два раза. На 10 тысяч лет опередил. Вы нашли драгоценный камень изумруд. 5 тысяч лет опережения. Вы напугали узкоголовую мамбу. Вот, это интересно. А, это нормально как бы, да? Так. Мне интересно, сколько за тигров дадут. Интересно, сколько дадут за соблеззубых тигров. Успешная... Так, максимально развитие нейронной сети ранние этапы. Там ещё было написано. Вы нашли интересное место арки близнецы. Это нормально. Нашли интересное место. Там за убийство птицы 10 тысяч, по-моему, давали, да? Опережение. Интересно, за соблеззубых сколько дадут? А что, за соблеззубых не будут давать? Краткое описание. Добавлено успехов 25, успешные совершения 1. А что такое свершение? Наверное, скорее всего, это полностью, когда мы заполняем... Ну, какую-то вот эту... Графу, как это, категорию успехов, да? Там же есть, там, например, использовать все камни, да? Мы там один какой-то не нашли. Камень не использовали. Чтобы полностью все камни, возможные в игре, использовать. Это было бы успешным свершением, вероятно. А я так понимаю, успехи добавились не все, которые мы сделали, а добавились 25 успехов, да? То есть, каких-то рандомно выбранных, случайным образом. Но у нас там гораздо, гораздо, гораздо больше, да? Да, гораздо там больше успехов у нас было. Годы за успех. Наука. 712 тысячи лет. Бонус за опережение времени. 112 тысячи лет. Годы за свершение. 15 тысячи лет. Разница 127-500. Развитие опережает науку. Да, по-любому. Текущий эволюционный скачок. 839-1801 год. Продолжить? Да, продолжить. Смерти 4. А, это еще не вся статистика. А, минус 100 тысяч лет нам удалили. Новорожденных 34. А, плюс 170 тысяч добавили. О-хо-хо, смотри, как я вырвался вперед науке. Краткое описание. Родилось 3-4, так, умерло 4. Разница 197-500. Развитие опережает науку. Текущий эволюционный скачок. Еще 909 тысяч лет. Или это всего? А, всего, наверное. А, в ходе эволюции вы стали тем, кого называют сахилантроп. Тумай. Вы переместились во времени на 9 миллионов 90 тысяч 084 года назад. Теперь вы вернетесь в свое время к сородичам. А, после появления новых видов, некоторые ваши эволюционные достижения не исчезнут при следующем эволюционном скачке. Что? После появления новых видов, некоторые ваши эволюционные достижения не исчезнут при следующем эволюционном скачке. Что значит не исчезнут? А, все остальные что ли исчезли? А, у нас, наверное, исчезли достижения, что мы тигров убивали с облезубых, да? Типа это совсем уже, я сильно опередил, наверное, да? Совсем, совсем рано этим заниматься. Ха. Интересно, получается, значит, мне нужно больше эволюционных успехов этих делать? Получается, это мне выгодно? Я быстрее буду продвигаться по шкале этой времени? Я, получается, даже не переместился на 9 миллионов лет? А я переместился там 9 миллионов лет? 90, по-моему, там, тысяч лет. А это не наше укрытие, это какое-то новое. Да. Слушай, мы в каком-то новом месте начали, мы не здесь заканчивали. Даже чувак этот обалдевший такой, блин, а где мы? Все под контролем. Все под контролем, чувак. Давай посмотрим, где мы очутились. Ага себе. А я могу найти те места, где мы жили раньше. Ты смотри. Вопросик на этом, на дереве чего-то почему-то. Интересно. На какой-то лагере мне не нравится, он какой-то маленький. Есть вода. Тут есть листья красные. Один куст ягод. Хе-хе. С голоду не умрем. Так, а наша численность, наша численность нормальная такая, приличная. Грибы здесь есть. Ой, смотри, там пещера какая-то внизу. Смотри, смотри, смотри. Вон там. В самом низу пещерка. Туда можно войти, зайти туда. Ой, интересно будет исследовать это. Не, ну, в принципе, нормально, че. А че нам надо еще? Прикольно. Может попробовать вон наверх забраться. Посмотреть, че там выше нас. Или там граница карты. Не знаю, посмотрим. Какой-то маленький лагерь очень сильно. Здесь какие-то камни. Из чего инструменты нам делать. Здесь даже что-то неизвестное нам. Что же это такое? Какие-то кушинки лигии. Так, а смотреть. Найден у него место сбора, место для рыбалки. А, понятно. Так, ну, в принципе, есть. Пить там не надо пока, потому что мы только заспавнились. Мы полны сил, бодрости и так далее. Давай посмотрим, что здесь в лагере еще есть. Так, есть веточка, есть гранит. Мне интересно, есть тут из чего рубило сделать. Есть ли тут обсидиан какой-нибудь и так далее. Я пока что гранит только вижу. Так. Надо немножко смотреть, с чем мы тут начинаем. Так. О, я могу сразу сделать открытие. А, наверное, скорее всего, открытие этого самого места, да? Найден новое интересное место. Джунгли. Укрытие с хлопковым деревом. Да, это я, собственно, изучил. Это самое место, на котором начал игру после эволюции. Укрытие с хлопковым деревом. А где это, собственно, хлопковое дерево? Что-то я не видел. Вот это вот сухое, которое... Так, ладно, давай пропустим. Это долго будет там. Камера крутится вокруг этого участка. Мы его уже так осмотрели вручную, по сути. Вы нашли в джунглях укрытие с одним хлопковым деревом. С одним. Ладно, начнем обживать наш лагерь. Все, что у нас есть, что нам дала игра, тем мы и будем пользоваться. Понятно все. Понятно. Я не знаю, блин. Какой-то лагерь мне не очень нравится. Здесь как-то тут... Как-то тут, блин... Как-то тут мало всего. Я не знаю. Мало. Как-то... Есть свод хотя бы от дождя защита? Да есть какой-то маленький. Там это на каком-то... Какой-то тут, я не знаю... Блин, на каком-то уступе живем просто. Вообще не нравится. Это самый худший лагерь. Самое худшее убежище, что я видел за все время. Он, наверное, правда, огорожен. А хотя нет, нифига он не огорожен. Нифига он не защищен. Он от остальной местности. Смотри-ка. Но здесь можно ограду перегородить, да, поставить. И как бы и все, и мы защищены от хищников, да? Или дальше тут еще есть какие-то проходы, которые нам бы защитить не мешало. Ну, похоже, да. Да, он здесь еще соединен. Блин, в этом лагере как-то мало всего, мало ресурсов. Ты помнишь, у нас в том лагере, в котором мы, собственно, заканчивали, в котором мы эволюционировали, там огромные пещеры, там куча еды. Блин, здесь есть хотя бы еда какая-то, тут есть кусты, да, немножко, и то не сильно много. А там у нас были, блин, еды столько было, просто обалдеть. У нас там и улитки ползали, и какие-то коконы насекомых, и деревья плодовые, огромные, гигантские, с гигантскими количествами просто плодов там нереальными. А здесь этого нет. Немножко хвощей, немножко кустов, и все. И все. Здесь камни хотя бы какие-то подходящие, какие-то интересные. Гранит есть. Немножко веточек. Одно деревце сухое есть для палочек, и все. Да. Гранит, нет ни обсидиана здесь, нет ничего. Вот еще одно сухое деревце для палочек. Так, давай мы, ладно, будем развиваться здесь. Я бы, если смог бы найти тот лагерь, я бы туда переселился все равно, потому что там прикольней. Так, давайте, все ко мне собирайтесь. Нам нужно работать, нам нужно этот лагерь оборудовать. У нас здесь даже нет кровати, насколько я могу судить. Так, а что вы не все ко мне собираетесь? А где вы все? Я что, там постучал, тут постучал. Так, подожди-ка. А где наши все члены стаи? Вот половина со мной соединилась, а половины еще нет. Они где? А может они в прошлом лагере, а в старом остались? А, подожди, там на низу какой-то еще чувак. Я должен к нему спустить. Смотри, он красненьким обозначается. Он типа заблудившийся, наверное. Ты что здесь делаешь вообще? Эй, чувак! Так, смотри, соединился со мной один, да? А со мной сейчас двое детей не соединены. То есть еще неизвестно, где-то двое детей у нас находятся. Да нифига себе! Что за приколы? А где они, правда? Я должен искать их здесь по джунглям, ходить, бродить? Двое детей не соединены, еще какое-то количество взрослых и пожилые даже. Один пожилой не соединен, но пожилой это фиг с ним бы. А вот дети. У нас, кстати, полная численность, но... Понятно. Я, наверное, должен идти исследовать джунгли и собирать своих чуваков в джунглях. По всем джунглям. Так, а это что такое? Это что-то новенькое, кстати. Такого мы раньше не находили. Африканские косточковые плоды эпохи Меоцена. А, сейчас таких даже нет, да? Они вымерли. Либо эволюционировали. Либо мы их съели все. Вот так, как мы сейчас сделали. Поэтому они и вымерли. Сейчас таких нет. Таких плодов эпохи Меоцена. Так, возвращаемся в лагерь. Я не знаю, куда все наши подевались. У нас уже вечер. Пойдем на следующий день исследовать окрестности и искать наших чуваков. Вот я же одну тут нашел. Самочку, я так понимаю, здесь, внизу. Это жесть какая-то. Еще собираю их, блин. Членов стаи наших где-то тут. Неизвестно где. А, подожди, ребенок какой-то добавился еще откуда-то. Да, еще один ребенок где-то соединился. Где-то здесь был ребенок, значит. Понятно, нужно бегать, короче, по всем окрестностям и всех собирать. Ну, блин, чуваки, потерпите, потерпите немного. Я же сейчас ночью не пойду. Я же банально заблужусь где-нибудь. Честно говоря, я уже заблудился. Нам куда нужно, чтобы к лагерю добраться? А, вот туда наверх. Вот здесь тропинка есть. Да, вообще не нравится мне этот лагерь. Какой-то он плохой, блин. И добираться до него сложно. Тяжело. Маленький. Нам здесь где постели-то, собственно, крафтить? Нужно под козырьком, чтобы они не мерзли. Вероятно, где-то здесь. Так, давайте, моя бригада, кого смог собрать? Уже ни черта не вижу. Мне нужны... О, листья мне нужны. Так, хватайте листья. Помогайте мне крафтить, строить. Будем крафтить, строить. Игра, наверное, здесь предлагает мне кровати делать. Видишь, здесь цветочки. Но здесь мы делать не будем. Даже, может быть, вот там дальше сделаем. Кровати. Блин, здесь кровати даже негде размещать. Блин, здесь булыжниками все завалено. Ой, жесть какая-то. Ну, давай здесь. Так. Бросай. Так, дайте мне кто-нибудь. Кто-нибудь. Хотя бы одну кровать надо скрафтить, чтобы... Дай мне свой листок. Чтобы ночью-то переночевать. И вообще, чтобы... Блин, ни черта не видишь. Где это наша лежанка? Так, будущее. Давайте, сваливайте свои листья туда. Складывайте. Так, сложили. Где наша тут кровать? Да, блин, вы меня закрываете. Все, чуваки, отойдите. Давай, начинаем строительство. И нам в эволюцию нужно заглянуть. Так, есть завершить вылазку, но нет основать поселение. Значит, поселение уже как бы основано нами, да? Так. Так, давай, мне в эволюцию нужно заглянуть. Мне нужно понять, что у нас с нейрончиками происходит. Ага, нейрончики у нас остались. Все, что были разблокированы, остались. Отлично. Так, у нас здесь гигантские просто количество этих нейронов, поэтому нам сразу, сразу можно и нужно менять поколение. Так, генетические фиксации шесть. Кстати, активно шесть генетических фиксаций, хотя мы в лагерь сейчас собрали только пятерых детенышей. А как насчет того, чтобы сразу эволюционировать сейчас? Вот прям сразу. Может быть, все чуваки тогда появятся у нас в лагере? И не потеряются, потому что фиг его знает, где их там искать. Бродить по всем джунглям. Я же могу зафиксировать все фиксации? Хотя, блин, может один ребенок все-таки потеряться, да? Да, фиксировать-то зафиксировать я могу. А вот, может быть, ребенок какой-то не появится у нас в виде взрослой особи в следующем поколении, и тогда у нас детей мы можем ограниченное количество сделать. Если это получится протерявшаяся самочка, то мы не сможем шестерых детей родить. Нет, давай лучше все-таки попробуем их собрать, пока можем. Так, давай всякие готовности к атаке прокачивать, чтобы нам проще боевкой было заниматься. И мы сейчас посмотрим, что у нас с достижениями. У нас обнулились всякие достижения в эволюции на убийство саблезубых тигров и так далее. Так, хватит нейронной энергии. Ой, хватило как раз, как раз хватило. Все, отлично. Теперь мы чуточку легче будем биться. Ну, все, больше ни на что уже по-любому не хватит. Да, смотри, чуть-чуть, чуть-чуть не дошло. Ну, в принципе, это самый ближайший нейрон, по-моему. Все дальше находятся, больше нужной энергии будет, вероятно. Так, вот, и мутация, смотри, у нас активировалась. Усваиваемость питательных веществ. Есть! Теперь одна порция пищи дает вам больше... В смысле, одна порция пищи дает мне больше энергии? Нарисовано, как он ягоды ест. Я уже думал, собирался мясо есть. А, смотри, от нее протягивают сюда линии, да, дальше. Метаболизм. Эффективность метаболизма можно повысить, если несколько раз употребить в пищу вещества с определенными свойствами. А-а-а... Организм может постепенно приспосабливаться к новым источникам пищи. Требуется поедание пищи. Ясно. Вот, всеядность как раз называется. Ясно. Нам теперь нужно убивать животных, охотиться, поедать их мясо, травиться, но при этом качать вот этот нейрон. Когда он откроется, мы его активируем, мы его сменим поколение, мы сможем уже просто питаться мясом и все. Кстати, тоже всеядность. Ну, это, вероятно, разные виды всеядности. Это, возможно, мясо, это, возможно, яйца, это, возможно, грибы. У нас же там много чем, травиться нам можно, да? Это тоже всеядность какая-то. Это метаболизм. Ага, ага. Так, еще у нас здесь активировался нейрончик. А, нет, это не активировалось. Это у нас, у детеныша сейчас есть. А, ну, собственно, та мутация нам здесь выдана, которая у нас была у нашего предыдущего, да? До эволюции детеныша. Так, обонятельная память. Теперь вы можете запомнить расположение еще одного предмета или живого существа. Активировалось у нас, да? И даже, смотри-ка, от этой мутации есть связь с каким-то нейрончиком. И даже в обратную с каким-то еще нейрончиком. А, это, вероятно, тоже мутация какая-то должна быть, да? Хотя написано на растущий нейрон. Нет, наверное, все-таки растущий нейрон. Просто эволюция как-то будет здесь. Нейроны вот так происходить. Назад. Хе-хе, деградировать. Так, и какие еще мутации? Ловкость рук при ручном труде. Теперь при изготовлении предметов с помощью инструментов нужно наносить меньше ударов. О, прикольно, да? Быстрее будем изготавливать предметы. Класс. Не вижу, чтобы здесь путь к каким-то нейронам был. Но тем не менее. А, нет, подожди, еще какие-то есть мутации. У детеныша Тью имеется более развитая ловкость рук. Ага. Подожди, у меня четыре мутации должны было... А, вот еще четвертая активировалась. Развитые приорецепторы. Вероятность нанесения смертельного удара возросла. О, смотри-ка, мы еще быстрее будем тех же самых соблезубых тигров убивать, да? Ой, слушай, мой друг, мы вообще... Вообще эволюционировали классно, да? То есть эти мутации нужны. Они путь, видишь, открывают новым нейрончиком. Ясно. Мы, короче, должны все их, собственно, желательно активировать. Да, ой, это очень крутая тоже мутация. Ты смотри, какая крутая она мутация. Оказывается, это боевка мутация. Оказывается, это боевка. Она же называлась ловкость рук, и по ней не было понятно, что это дает, да? Пока не эволюционируем и не узнаем, что вообще это для того, чтобы быстрее убивать противников. Ой, класс, вообще класс. Так, и сейчас посмотрим, что у нас... Так, готово, готово. А, видишь, которые у нас участвовали здесь? Они вот есть, что добавили нам сколько-то лет, да? А эти, получается, не участвовали у нас в эволюции. Ну, по идее, получается, да и даже не по идее, а по-любому я сейчас могу даже сразу эволюционный качок следующий сделать, и на так же на миллион лет еще эволюционировать у нас, потому что огромное количество... Видишь, еще эти не засчитывались нам, да? Достижения эволюционные. Огромное количество эволюционных достижений. И здесь куча всяких не засчитывалась. То есть, видишь, видно, какие засчитались, какие нет. Но нам это не нужно. Мы будем эволюционировать, когда наберем побольше мутаций генетических у взрослых и у пожилых. Для того, чтобы новые мутации там закрепились эти, да? Активировались. Активировался путь к следующим мутациям у них там и так далее. Прикольно. Прикольно, вообще прикольно. Так, и у нас с тигром... С тигром там не деактивировалось тоже, да? Сверхищник. Заролазка мороха добавили. У тигров также выполнено. Вот вопрос. У нас тигры эти будут доступны или нет? Будут ли они у нас на карте? Ну, собственно, поиграем, узнаем. Давай тогда уже к игре вернемся. Так, давай, ложиться, спать. С утра пойдем пытаться собирать наших членов стаи. Мы еще не нашли четверых. А, пятерых. Трое взрослых, одного ребенка и одного пожилого. Непонятно, нужно просто бегать вокруг лагеря, где-то их искать. Блин, что они разбрелись, блин? Это, может, типа они так расселились, да, за миллионы лет. Ой, а что это вы все... Все просто кучей спят. Да, действительно, надо, наверное, им постилок больше скрафтить. Но этим мы потом займемся. Так, ты у нас... Ты у нас отец каких-то детей. Да, у него, смотри, дети есть, детишки. Так, давай-ка сажаем детей. Сажаем детей. Что вы страдаете-то? Что вы страдаете? Идите сюда пить. Так, сажаем детей. У нас почти взрослых-то и нет обычных. Ты у нас самка, похоже, да? Судя по всему. Стой ты, стой, дай тебе заисследовать. Стой. Ты кто? Самка. Ладно, будешь самка носить детей. Какая разница? Надо детей просто посажать. Что они бегают беспризорниками? Вдруг какая опасность? Душ придется удирать от тигров, я не знаю, и так далее. Детишки вряд ли увернутся там от соблезубого тигра. Вдруг он нападет на наш лагерь. Ну, всякое возможно, я. Фиг его знает. Так, есть еще взрослые обычные у нас. Да, есть еще, похоже, одна самочка. Да, еще одна самка. Так, а ты у нас самка подберешь еще одного детеныша. Где еще один детеныш? Где еще один детеныш? Я даже не знаю, где-то там это обозначается. Как будто. А, подожди, где-то, где-то внутри камней детеныш. Детеныш, ты все там делаешь? Там, может, пещера какая-то? Нет здесь никакой пещеры. Там детеныш внутри камней находится. Может, эта игра заспавнила моих чуваков там внутри скалы просто? А ну, идите все сюда, быстрее. Ну да, детеныш внутри камней. Может, там и все остальные мои? Вот он, видишь? Нак. Чувак, выходи оттуда! Может, эти камни можно обойти, собрать от стороны? Так, в общем, понятно. Так, давай пить. Сейчас попробуем или залезть туда наверх, или обойти как-то в скалу. Возможно, там остальные члены нашей стаи с той стороны находятся. Нам нужно собрать всех детей. Собрать всех наших чуваков. О, а потом будем оборудовать лагерь. Постилками и так далее. А у меня даже палки банально нет. Кстати, да, палки у меня нет. Нужно палку изготовить. Нужно прям срочно взять и изготовить палку. Чем я отбиваться буду от тигров, а? Нечем будет. Так, давайте. Вы же эволюционировали там. Вы там... Сахелиты, или как вас там зовут? Так, давай, 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 давай. Давай, ты должен быстрей... Вернее, должна. Ты у нас самка. Должна быстрей изготавливать, потому что там уже у нас мутация есть. Что вы меньшим количеством ударов изготавливаете предметы. Пока не очень заметно. Все равно очень долго она мучается с этой палкой. Прям нереально долго. Что-то не сильно заметна эта мутация. Ее проявление. Так, все, а то может какие-то опасности там придется отбиваться. Я безоружен абсолютно. Или на лагерь наш нападет какой-нибудь тигр. И что я буду делать? Куда я буду щемиться здесь? Так. Так, 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 так. А вас бы вообще оставить бы здесь в лагере. Подождите. Вас бы оставить здесь в лагере. Че вы будете за мной бегать там? Рисковать, а? Завершить вылазку. Находитесь здесь. Распредайтесь по лагерю. А я пойду пытаться найти детеныша. Я его запомнил. Ага. Проберешься здесь. Хотя можно попробовать. А что нам делать-то остается? Будем пробовать. Так, ну вроде как здесь можно забраться наверх. Да, можно забраться. Я вангую, что там есть все наши потеряшки наверху. Они и находятся. Так это какой-нибудь хищник может сверху просто свалиться к нам на голову, да? Так, подожди. А что-то я могу здесь определить. Опа! Укрытие под скалой! Мой друг, это наш лагерь, в котором мы переселялись. Я бы, честно говоря, лучше там жил. Там как-то лучше. Гораздо лучше. Так, а вот где детеныш наш? Да, отлично. Значит, получается то, что мы открывали ранее, оно все доступно. Да, 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 да. И вот вдалеке там есть большое болото. Окей, окей. Вот, это уже... Это уже лучше, это интересней. Детеныш подо мной находится, вот, который я запомнил. Он там, вот какое ощущение, внутри камней находится. Ее заспавнило внутрь текстур, получается, что ли, игрой. Так, давай звать. Может, все-таки кто-то здесь есть? Нет, здесь никого. Слушай, фигня какая-то получается. Полная фигня, получается. Где я должен их собирать? Наверное, там лагерь, это место для лагеря, такое маленькое, настолько мелкое, что игра разбросала, не зная, куда столько наших чуваков задевать, сколько у нас есть, да? Вон, анаконда лежит, кстати. Она их задевала куда-то в камни, куда-то разбросала по всей территории. Так, кабанчик там бежит у нас. Вон он бегает. Так. Еще пройду здесь, поверху, может, все-таки найду кого-то здесь. Буду спускаться вниз, там выискивать наших чуваков. Здесь я никого не нашел. Никто не призывается за мной следовать. Так, подожди, да какой-то детеныша наверху вижу. Подожди, я же звал его, почему он за мной не последовал? Так, 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 так. Да, вижу, вот детеныш. А, это даже не детеныш, это взрослые тут. Так, давайте ко мне. Так, это я старика нашел. Подожди, а я же видел детеныша. А, нет, это старик. А, вот детеныш, вот детеныш, вот еще чуваки. Подожди, кто его атакует? А, саблезубый тигр, ни хрена себе, он увернулся, да? Подожди, наших надо спасти сначала оттуда. Поедает его? Давай, на меня атакуй! Я тебя сейчас устрою, сволочь. Видишь, как палка хорошо пригодилась. Сейчас бы наших он всех поел бы, нафиг. Так, давайте все за мной. Нашел на вас, наконец-то, вас. Вас играем, блин, не знает, куда поместить, потому что тут маленький лагерь настолько, да? Что она их как раз спавнила, хрен знает куда. Так, где-то детеныш тут был, нет? Нет, самец, самка. Вот детеныш, вот детеныш, вот детеныш. Нашел я тебя, бедняжечка, иди ко мне. А один там вообще в камнях внутри заспавлен. Ну, в принципе, он там будет сидеть, наверное, нормально ему будет там. Я надеюсь. Так. Вроде всех теперь нашел. И я ответил еще на свой вопрос, насчет того, что же с саблезубыми тиграми, да? Да, они снова нападают на нас. Так, не знаю, как вы будете спускаться оттуда. Давайте как-нибудь спускайтесь. Так, проверяем. Всех ли я нашел? Так, еще не все соединены. Ну, стеныш внутри камней, да, внутри скал. Или, может, он где-то еще дальше находится? Или, может, как-то могу его все-таки это... забрать. Так, сейчас еще один не соединен со мной кто-то. Вероятно, еще кого-то я не нашел. То есть, да, я так понимаю, это скорее глюк, наверное, игры. А не такая задумка разработчиков, что мы должны собирать наших членов ста, и тут еще неизвестно где. А может быть и должны. Может быть и должны, но то, что ребенок внутри скалы, это, конечно, прикол. Кстати, а где он сейчас уже? Ребенок, это где? А, вижу, 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 вижу. Все, игра его достала из-за текстур, из-за камней. Тут еще с каким-то багами нужно сражаться, да? Преодолевать их. Так, и все равно я еще одного взрослого не нашел. Блин, целый день тут еще, блин, занимаюсь какой-то чистой фигней, ну вот реально какой-то фигней занимаюсь. Будем отсюда нафиг переселяться, я не хочу в этом лагере жить, потому что каждый раз буду менять поколение, да? Игра будет их распределять, не знаю, куда их поместить, потому что здесь настолько маленький клочок земли, что она их будет помещать куда угодно. В скалы, в камни, блин, на скалы. А, вот чувак наверху есть. Он как бы потерявшийся, да? Видишь, он красным горит. То есть он не может за мной следовать. Нужно, короче, опять наверх забраться, но прежде чем то забраться, мне нужно будет изготовить снова палку себе. Ты видишь, что там саблезубые тигры что-то творят, блин? Нападают на нас нафиг. Так, давай-ка я, пожалуй, наверное, поменяю. Взявся самца без детей. Это не сексизм. Просто он без детей. Поэтому я его возьму. То есть если его тигр какой-нибудь съест, то как бы, ну и ладно. Мутации нет у него. Нет никаких мутаций. Отлично. Для того, чтобы я не сильно боялся, не сильно там сидел по полсерии на дереве, да? Чтобы не трясь над ним. Чтобы я рисковал, шел в бой. Сейчас я попробую этого чувака забрать сверху. Блин, они сейчас ко мне все привязаны. Блин, забыл их отвязать от себя. Ну давай, забирайся. Ты же там совсем уже, это... Что тебе мешает там? Блин, не можешь забраться. А, придется опять через водопад забираться. Так, иди сюда. Так, тут наверху там сидит, да? Так, где там гнездо наше? Наше гнездо, наша постилка, кровать. Да, блин, устал еще. Еле плетешься. Давай, давай, давай. Ну что, там мутации, блин. Ну, ускорение, скорость, передвижение по воде на двух ногах. Че вы, блин, еле там двигаетесь? Так, завершаем вылазку. А, и теперь... Теперь, теперь вот здесь, наверное, можешь попробовать забраться. Через водопад там слишком долго. Блин, да здесь тоже, наверное, будет не коротко. Забрать чувака оттуда сверху, пока его там тигры не съели. Соберем хотя бы всех в кучу, блин. Ну что за ерунда? Ой, дурацкий лагерь. Ой, ужасный, просто идиотский. Я вернусь туда. Предыдущий. Нужно будет только чуваков наших вооружить по полной программе. Всех. Копьями. Чтобы они могли отбиваться от тигров. И вообще мы их по дороге просто поубиваем всех. И вообще отгеноцидим все джунгли. Просто возьмем и отгеноцидим все джунгли. Так, чуваки, не страдайте там, не страдайте. Сейчас мы этого заберем. Иди за мной. Иди за мной, блин. Может, тут еще кто-то есть? Больше никто здесь не зовется. Не призывается. А вот, смотри, еще кто-то есть там. В водопаде, что ли? Ну неужели я всех нашел? Да ладно, быть такого не может. Вот еще на камнях. Так, а где ты тут? Я не вижу. Так, позвал. Все, отлично, теперь вроде всех собрали. Так, давайте, забирайтесь сюда в лагерь. Спускайтесь оттуда. Вы спускаетесь оттуда или нет? Блин, они там сидят. Что за фигня? Идите сюда, блин, спускайтесь вниз. Что вас там переглючило-то всех, а? Давай, они ко мне как бы это притянут. И может быть, игра их перезаспавнит, я не знаю, подальше оттуда, от тех камней. Они появятся где-то здесь ближе. Да, да, сработало. Да, да, сработало. Все, есть. Сработало. Но они либо спустились, либо их просто игра... А блин, а этот чувак еще там сидит, наверху. Ну понятно, самочка дальше была. Короче, нужно дальше уйти в джунгли, и тогда игра его отправит ко мне. В любом случае. Он же должен следовать за мной. Независимо от того, где он там был. Так, самочку вижу. Самец там еще сидит по-прежнему. Да блин, я же тут в джунгли какие-то ушел. Нафиг, сейчас на меня тут тигры, блин, нападут в этой темноте. Ой, ужас какой-то, блин. Так и остался там сидеть, да? Да, так и остался там сидеть, блин. Ну сиди там, пусть тебя там тигры съедят. Ой-ой-ой, кто-то нас атакует, кто-то эти кабанчики там... Хрюкают. Уходим, уходим, уходим. Уходим, 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 уходим. Так, собираем всю стаю. Все следуйте за мной. Для чего я их собираю? Для того, чтобы... Все они были ко мне привязаны. Ну в принципе, мы через верх, все равно через этот козырек пойдем. Хотя не совсем... Вот, теперь все хотя бы привязаны ко мне. Мы через этот козырек все равно пойдем. Хотя я не знаю, как через него пройти стаи и все. И как они... Как-то телепортирует их игра ко мне. Нам бы все равно следовать в ту сторону. Почему? Потому что там лагерь. Я буду переселяться в тот лагерь. Я не хочу здесь. В этом глючном, забагованном месте. На этом клочке каком-то непонятном, блин. Я не хочу здесь жить. Хотя, конечно, я здесь нахожусь как бы дальше, да? Ну то есть как бы дальше я продвинулся гораздо дальше в джунгли, да? Но лучше я какой-нибудь другой лагерь найду. Еще где-то дальше в джунглях, чтобы он хотя бы не забагованный был. Хотя бы был получше. И тогда мы, базируясь на нем, там будем дальше развиваться. А вообще мне сейчас просто нужно поколение за поколениями менять. Просто нужно менять поколение за поколениями. Так, ты можешь это самое, лечь на постилку? Вот. Делаешь все что угодно, только не тот. Блин, хвощи, блин, поставил постилку рядом с хвощами. Так тут места нету, негде ставить. Нормально. Так, у нас там немножко энергии есть нейронной, да? Давай на боевочку еще что-то активируем. Уход от нападения нет. Подожди, мне нужна атака. А, подожди-ка, они не будут сейчас, наверное, еще. А, мы не активировали еще эти обороны, да? Мне нужно поколение сначала сменить. А, даже мне не хватает нейронной энергии, чтобы активировать. Наверное, нет смысла сейчас их палками вооружать. Они не смогут, наверное, атаковать. Или у нас уже такой нейрон активирован, зафиксирован. Так. Не показываешь, да? Так, это окно взаимодействия. Это выросло бегство от угрозы. Быстрее убегу от угрозы. Так, это я могу... Вернее, не я могу, а члены стаи могут сами уворачиваться, а сами атаковать. А, это групповая оборона. Это неактивированный нейрон. Окей, значит, им все палки не нужны. Но все равно мы в следующей серии... Мы уже будем сейчас говорить о следующей серии. Мы накрафтим большое количество палок. Просто ради того, чтобы... У меня палки всегда были с собой. Я буду обороняться. Я буду всех мочить палками. Змей, анаконд, кабанов. Мы будем не так быстро продвигаться, как в прошлой серии, когда мы переселялись с первого нашего лагеря. Мы будем продвигаться чуть медленнее, но зато с боями. Мы просто будем идти и геноцидить все. Поэтому нужен большой запас палок. Поэтому в следующей серии вначале накрафтим просто гигантское количество палок. Надаем всем палок, и мы пойдем в бой. А по дороге я буду палки тратить и у них забирать у членов стаи и идти дальше всем раздавая. Но это сделаем мы в следующей серии. Ставь лайк, если понравилась данная серия. Блин, с силой серии собирал своих чуваков. Ходил, блин. Баги какие-то преодолевал. Ставь лайк, если что-то не понравилось. Подписывайся, чтобы не попросить следующую серию. Я думаю, в следующей серии будет очень-очень интересно. И очень-очень напряженно. И классно. Всех победим, всем надаем. До встречи там. Пока.